Здравствуйте! С вами программа «Здорово выглядишь». Спонсор рубрики – сеть оптических салонов «Роскошное зрение». Уверены ли вы в том, что ваш ребёнок хорошо видит? Когда вы в последний раз проверяли ему зрение? Ведь дети никогда не жалуются на то, что они плохо видят вдали или вблизи. При этом зрение становится всё хуже и хуже. Проверьте зрение вашего ребёнка как можно быстрее. Все дети появляются на свет с дальнозоркостью. Зрительно-аппарат новорождённого ребёнка не до конца сформирован. Глазки продолжают расти вплоть до 6-7 лет. И очень важно в этот период обратить внимание на то, как ваш ребёнок видит. 3-4 года – это состояние ребёнка такое, что идёт формирование зрительных функций, бинокулярность, стереозрение. Стереозрение формируется до 15 лет. И если вовремя не начать этим заниматься, мы, к сожалению, просто получим человека, у которого не сформируется тот или иной процесс. Иногда первые признаки нарушения зрения заметны уже в год. Например, врождённая близорукость. Но всё же чаще встречается близорукость приобретённая. И появляется она не только у школьников, корпящих над тетрадками, но и у маленьких детей, которые увлекаются гаджетами и телевизорами. Очень удобно дать ребёнку занять планшетом, просмотром мультиков, просмотром каких-то игр. И в это время руки родителей свободны. Но они не задумываются о том, что длительное сидение с предметами этими ухудшает зрение. Причём сейчас зрение детей начинает страдать с очень раннего возраста. Близорукость, как правило, начинается в 4-5 лет. И количество этих детей растёт с каждым годом. Конечно, исключить из жизни современных детей телефоны и компьютеры невозможно. Но в силах родителей контролировать время общения с гаджетами и регулярно проверять детям зрение. Я проверяю зрение своим детям минимум раз в полгода. Для меня это очень важно, потому что сейчас 21 век – это век современных технологий. У моих детей есть планшет, есть телефон, есть компьютер дома. Понятно, что я могу ограничить их присутствие около компьютера, но совсем изолировать оттуда я не могу, потому что это их развитие. Сегодня в Самаре есть салоны оптики, в которых установлено современное диагностическое оборудование и работают опытные врачи. При этом нет очередей, и вашим ребёнком будут заниматься столько времени, сколько потребуется. Для меня важна точность диагностики. Здесь современное немецкое оборудование, и меня полностью удовлетворяет и качество проверки, и сервис, который оказывает моим детям, подход индивидуальный. Дальнозоркость, с которой ребёнок появляется на свет, постепенно идёт на убыль и к школе пропадает. Но у некоторых деток развитие зрения нарушается, и дальнозоркость остаётся на всю жизнь. Таким детям необходимо как можно раньше назначить очковую коррекцию. Если дальнозоркость выше, скажем, 2-2,5 диоптрии, она может приводить уже и к нарушению зрения, она может приводить, а если есть ещё анизмитерапия, то есть разная сила дальнозоркости в глазах, то это может приводить ещё и к развитию к согласию. Опять же, это тот момент, который родители могут заметить. Но иногда, к сожалению, слишком поздно это всё замечается. Если бы это было замечено на ранних моментах, то у нас и не развелось бы к согласию, и качество зрения у ребёнка было бы гораздо выше. В школьные годы многие дети начинают плохо видеть вдаль, формируется близорукость. Но родители порой ничего не замечают. Ребёнок продолжает щуриться, у него начинаются головные боли, повышается утомляемость, ухудшаются оценки. Коррекция зрения при близорукости очень важна, поскольку не видя, что происходит вокруг, ребёнок не может нормально развиваться. Очень часто дети не хотят сами носить очки. Задача взрослого, как и врача, и родителя этого ребёнка, любыми методами, способами, уговорами объяснить, заставить носить очки, потому что это его будущее. Это однозначно не будет большой проблемой. И дочка, например, у меня очень переживала, когда мы первый раз сюда пошли, у неё была ассоциация, что «Ой, мама, очкарик, это что-то большое, тёмное, неудобное». И когда она увидела здесь такой огромный ассортимент ярких, красивых, детских, она сама была в восторге, мерила с удовольствием. И этот страх у неё однозначно прошёл. Но я, соответственно, как мама довольна, что ей приятно, ей интересно. Ухудшение зрения на ранней стадии можно остановить, а в некоторых случаях удаётся даже вернуть потерянные диоптрии. Но сделать это можно только в том случае, если снижение зрения замечено вовремя. Мои рекомендации родителям проверять зрение ребёнка каждый год. И неважно, ходит он в садик, ходит ли он в школу, что там их смотрят. Проходить надо медосмотры обязательно. Почему? Потому что может что-то быть пропущено в год-два, потому что дети маленькие, но в три, в четыре, в пять лет – это уже зрение, это уже возраст, который может нам показать, есть ли грубые нарушения или маленькие какие-то нарушения, которые требуют коррекции в данный момент, и чтобы в дальнейшем у нас не ухудшалось ничего. Сеть оптических салонов «Роскошное зрение» объявляет акцию. При покупке оправы «Профессиональная диагностика зрения и линзы для очков» – подарок. Телефон 8 800 250 59 59. «Роскошное зрение» – Самара, Тольятти, Ульяновск. Пиявка, пожалуй, одно из древнейших натуральных лекарств. Пиявки были популярны в Древнем Египте, в Китае и в Риме. Но с появлением синтетических препаратов о кровососущих лекарях на время забыли. Ровно до тех пор, пока не выяснили, что ферменты пиявок действуют лучше многих лекарств и не вызывают аллергии. Пиявка обладает уникальным набором ферментов. Более 100 ферментов, которые не удалось до сих пор никому синтезировать. Наша задача – получить эти ферменты, которые достаточно активно будут воздействовать на органы системы организма. Основные клинические лечебные эффекты герудотерапии основаны, в принципе, всего на трёх банальных факторах. Первое – пиявки ставят в зону акупунктуры. То есть мы получаем эффект иглоукалывания в биологически активных зонах, в рефлексогенных зонах. Второй момент – это чисто механический забор крови. И третий – это основной биологически активный процесс, когда пиявка своей слюной выбрасывает в кровяное русло огромное количество биологически активных веществ. Сегодня пиявки, заметьте, абсолютно официально применяются в самых разных областях медицины. Герудотерапией охотно пользуются неврологи, отоларингологи, урологи, андрологи, гинекологи. Пиявки помогают улучшить сексуальные ощущения и эффективны при лечении бесплодия. Великолепный эффект можно получить от герудотерапии в гинекологии, лечении воспалительных заболеваний женской половой сферы, гормональных нарушений, миомоматки, болезненные менструации, климактерический синдром, эндометриоз – всё это прекрасно поддаётся лечению пиявками. Замечательный результат есть при подготовке к экстракорпоральному оплодотворению для общего оздоровления органами и подготовке эндометрия перед ЭКО. Пиявки, которые живут в природе, для лечебных целей не годятся. В медицине используются только стерильные пиявки, выращенные на специальных фабриках. Любой пациент может быть стопроцентно уверен, что он не получит никакой инфекции во время курса герудотерапии, поскольку пиявки получаются сертифицированные с фабрики, и после каждой постановки пиявки однозначно уничтожаются. Пиявки эффективны при нарушении жирового обмена, помогают похудеть. Пиявки лечат невриты и невралгии лицевого нерва, избавляют от мигрений. Пиявки дарят молодость и бодрость. И, наконец, пиявки помогают справиться с последствиями инсультов, снимают боль воспаления, прёстухандрозах позвоночника. При острых нарушениях мозгового кровообращения постановка пиявок даёт тоже очень хороший результат, потому что улучшаются реологические свойства крови, снижается давление, рассасываются тромбы, нормализуется кровоснабжение, улучшается питание нервных клеток. Отоларингологам герудотерапия помогает уменьшить частоту обострения при хронических танзелитах, отитах и синуситах. Снимается местное воспаление, снимается отёк, и за счет этого рак уменьшается в размерах, освобождая пространство для носового дыхания. Оздоровление идёт мощнейшее, и как раз герудотерапия – это вот тот метод, который наглядно демонстрирует и позволяет лечить не болезнь, а больного. Это крайне важно. Герудотерапия в гинекологии, в том числе влагалищные постановки, лечение заболеваний лорорганов, неврологических, стоматологических заболеваний, общие оздоровительные курсы лечения пиявками, клиника «Наука». Процедура термаж остаётся одной из самых популярных во всём мире. На сегодняшний момент сделано более миллиона процедур. Суть её заключается в термическом воздействии на кожу и подкожно-жировые ткани. И в отличие от многих поверхностных процедур, эффект достигается даже у женщин с ярко выраженными возрастными изменениями кожи. В чём секрет термажа, узнаете прямо сейчас. Красота и здоровье больше не требуют жертв. Процедура термаж – ещё одна возможность обмануть время. Эта технология основана на безоперационной подтяжке кожи лица и тела за одну процедуру. Здесь используется монополярная радиочастотная энергия, благодаря которой в глубоких слоях кожи создаётся плотный каркас из молодых коллагеновых волокон. Лифтинговый эффект нарастает в течение 6 месяцев после процедуры и сохраняется 5-7 лет. С помощью этой технологии можно восстановить кожу лица, верхних и нижних век, уменьшить морщины и второй подбородок, а также подтянуть кожу живота после потери веса, родов или пасакции. Для снижения веса врачи предлагают эксклюзивную методику электролиполиза. Воздействие происходит низкочастотным импульсным током, непосредственно на жировую ткань через специальные электроды. Уменьшение объёма за один курс – до 25 см. Электролиполиз справляется даже с целлюлитом 3-й и 4-й стадии. И, конечно, мощный метод сжигания жира – мезодессолюция, с помощью которой можно ускорить процессы похудения, а заодно и подтянуть кожу. Методика мезодессолюции и мезодренажа – это уникальная альтернатива липосакции, но без наркоза и периода реабилитации. Лазерная эпиляция на диодном лазере последнего поколения – это уникальная возможность избавиться от нежелательных волос навсегда. У этого метода есть ряд преимуществ. Длина волны диодного лазера такова, что световая вспышка воздействует только на клетки волосяного фолликула, не затрагивая клетки кожи, даже если кожа смуглая или загорелая. Поэтому удаляются как темные, так и светлые тонкие волосы. Диодный лазер не только эталон эффективной эпиляции, но и один из лучших аппаратов для удаления сосудов. При удалении сосудистых образований лазерный луч проходит сквозь кожу и склеивает, разрушает сосуд, не повреждая при этом окружающие ткани. Самый эффективный на сегодняшний день способ шлифовки кожи – это фракционное лазерное омоложение. Лазерный луч распадается на фракции, попадает на кожу тонкими лучиками и образует микротермальные зоны воздействия на глубине 1 мм. В этих зонах происходит процесс регенерации и образования новых клеток. Кожа подтягивается, выравнивается ее структура, улучшается цвет. С помощью фракционного фототермолиза можно подтянуть кожу лица и век, убрать растяжки, пигментные пятна, рубцы. Сегодня дерматологи предпочитают использовать комплексную программу лечения угревой сыпи, основанную на системе фотопневматической терапии. Она позволяет излечивать легкие, средние и средне-тяжелые формы акне за несколько сеансов. Вакуум очищает поры от кожного сала и открывает доступ к кислороду воздуха, а широкополосный импульсный свет разрушает бактерии. По мнению многих специалистов, сегодня это один из самых эффективных методов лечения акне, дающий реальные результаты в максимально короткие сроки. Будьте здоровы и счастливы, и пусть весь мир будет у ваших ног. История Василины во многих смыслах уникальна и удивительна. В 7 лет девочка попала в Самару с диагнозом задержка речевого развития. Мама слишком поздно узнала о методике самарских врачей. Из шансов, что Василина быстро нагонит своих сверстников и пойдет учиться в обычную школу, было крайне мало. Но прошло всего 9 месяцев с начала лечения, и результаты просто поражают. Первый раз мы встретились с Василиной в декабре прошлого года. Она проходила третий курс лечения рефлексотерапии токами малой величины. Уровень развития 7-летней девочки на момент первого приезда в Самару соответствовал 3-4 годам. Лечевая активность у нее была и достаточно высокая, но это был просто набор шаблонных фраз и отдельных слов. Она говорила много, но бестолково и непонятно. Обращенную речь она не понимала. Это практически была неуправляемая девочка. По словам мамы, первые результаты появились уже после первого курса лечения. Ребенок совершенно другой. И поведение, и речь пошла у нас уже такими серьезными фразами. После второго курса, после первого еще так. Более-менее раскачались. После второго вообще легко. Мы снова встретились с Василиной во время четвертого курса лечения. Всего через три месяца. И снова маме есть чем похвастаться. Девочка активно осваивает чтение и математику. В сентябре этого года она идет в первый класс обычной красноярской школы. Коррекционный класс. Ей не понадобится. Сначала я переживала, что она не потянет программу в школе. И мы когда первый раз увидели это, мы напугались. И думаю, я не знаю, как вообще. Ну, слава Богу. Все хорошо, благодаря точной лечению. Потому что прям резко стало заметно, особенно сейчас. Она стала спокойнее. Вот видите, сидит, может сидеть. А иначе это было бы. Вот как детишки бегают, кричат, она бы вместе с ними сейчас. В этот раз, позавчера буквально, когда они пришли, она заходит. Вера Васильевна, включите мне, пожалуйста, мультик про драконов. Если раньше, были они в ноябре месяце, мы с мамой разговаривали, она просто говорила, молчите. То сейчас она успевает смотреть мультики и одновременно разговаривать с нами. То есть она обращенную речь совершенно по-другому понимает. Таких историй у этих врачей сотни. У них проходит лечение дети с задержками развития, ДЦП, гидроцефальным синдромом и другими проблемами, связанными с нарушениями работы головного мозга. И результаты, такие как у Василины, позволяют врачам гордиться тем, что они делают. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка весную, синень там лезит. Она говорила отдельными словами. То есть фразы строить она не строила вообще. А это было всего три курса назад. То есть полгода всего прошло. Сегодня у Василины остались несколько проблем с речью. Она иногда путает окончание и недостаточно хорошо произносит некоторые звуки. Но по сравнению с общей задержкой развития, которая была до лечения, это небольшие недостатки, которые вскоре исчезнут. По взрослевшей Василине будет за что благодарить своих родителей. Ведь они помогли ей стать здоровой. Риоцентр Самарский. Лечение задержек развития у детей. Телефон в Самаре 205-03-43-332-82-01. Телефон в Тольятти 612-512. На сегодня все. До встречи на следующей неделе. До свидания. Берегите свое здоровье. Благодарим за предоставленные интерьеры. Центр красоты и здоровья «Золотой век». Редактор субтитров А.Семкин